значит это слои можно смотреть на полный экран вот здесь даже видно что плоскость немножко смещена то что хочется поставить имплантаты вот как бы более вести булярно то есть вот видно видно границы гребнем сейчас мы отметим еще один важный нюанс вот мы уберем да вот и вот мы отключим слои и мы видим что нам хотелось бы вот здесь высоте то есть вот у нас краю тут сохраненого поэтому уровне не смысл делать блок ограничиться он должен где-то вот в эту область этот карман не цеплять понятно что на операцию внук или не будет обработан дополнительно этот какой-то отверстие карман я сохранил этот скриншот еще для того что нарисовать то как скорее всего должно выглядеть физическая дуга для того чтобы понимать позиции имплантатов их углы ну что ж мы можем наверное начать рисовать на модели мы можем посмотреть различных вариантов сетки как мы уже выяснили вернем второй слой и пусть они будут синхронно так 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 функции у нас нет этими функциями не пользуемся добавлять картинку нам не надо без них не надо нам нужна функция измерения будет полезно но может быть интересно и длину нашего изделия мы выбираем линейку ставим ну и соединяющим точек достаточно ну да два с половиной сантиметра мы получим 25 миллиметров 6 мы можем захотеть померить высоту мы можем вплоть до того что вот ехать в объем поверхность и посмотреть на блок изнутри вот можем померить свое расстояние достаточно просто 3 миллиметра нам всего-то надо добавить из принципе запасы будет как мы видели мы можем его красить или рисовать прям тут по модели но это не сохраняется при закрытии программы поэтому это только так как инструмент демонстрационный для консультации бы рассматриваться на самом деле достаточно удобно визуализировать происходящее и рассказывать о том как будет планироваться операции так мы смотрим мы закрываем программу варианты сетки нам нет смысла смотреть разные дополнительные потому что это не конечная модель теперь мы будем рисовать на скриншотах нам нужно показать следующие суть в том что блок будет вот в этой зоне и его нужно вот так больше делать вот так больше делать вот так больше делать вот и раскладать его мы нарисуем это руки потому что на самом деле программисту будет все понятно и на наших дальнейших картинках цвет не очень хорошо выбран вот красный цвет и после закрытия файлы автоматически сохраняются наша задача здесь изобразить ту область где должен находиться блок я считаю что блок должен быть вот в этой зоне вот 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 мы тут мы сохраним тоже теперь мы открываем блок который есть вот очень хорошо потому что нам будет возможность объяснить то как значит мне надо чтобы блок был вот вот сюда вот мы его хотим больше перенести и тогда у нас автоматические плоскости она переедет в принципе тут понятно здесь на мы покажем что вот эту часть и прямо напишем вот подпишем такой комментарий продолжаем ну то есть наша задача изобразить следующее что имплантаты у нас будут находиться ну вот этот допустим находится правильно вот этот имплантат должен находиться где-то вот в этой зоне правильно же вот спасибо вот в этой зоне а еще один такой же должен быть где-то вот в этой зоне и поэтому и блок у нас должен быть немножко смещен вот по дуге соответственно и блок должен быть расположен больше вот сюда вестибулярно можно немного немножко подтянуть врачи которые могут освоить подобный навык могут достаточно эффективно консультировать пациентов не только по данной технологии но и в принципе по имплантации зубов или по протезированию зубов на имплантатах получается у нас тут следующая картина у нас вот эти оси вот 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 понятно да что мы собираемся делать с блоком нам его надо туда повернуть и на последней картинке значит ну давайте нарисуем границу то как должен наверно проходить блок ну вот такие рекомендации мы дадим инженеру программисту для изготовления следующей модели блока и ее будем уже согласовывать измерять смотреть как будут расположены имплантаты и работать дальше так что спасибо за внимание всем отличного дня добрый день друзья прошел один день и инженер программист обновил модели блока и модели челюсти мы залезаем на сайт чтобы скачать их вот файлы выгружены 20 октября и просто качаем файлы вот смотрим какие обновления вам прислали я скачал все файлы теперь я перенесу их в папку и приступим к обработке откроем все файлы откроем все файлы модель и нижнюю челюсть наш в данном конкретном случае занимается прототипированием т.е. печать на предеприторах и производственный отдел где у нас стоят пакарные станки фазировочные станки в основном это больше для макетирования и прототипирования вот соответственно в основном это мягкие заготовка это для автальмонова и вот на этот костыль сажают да по сути вот этот протез да обеспечивается там три элемента у них во-первых когда глазной яблоко теряется процент мягких тканей который теряется значительно поэтому происходит деформация области глазного яблока нам необходимо восстановить по объему эти ткани утерянные плюс мы устанавливаем двигательные функции так как вот в этот элемент импланта прошиваются четыре мышцы двигательные соответственно у нас глаз который замещается он у нас становится подвижным и третья функция это эстетическая которую мы решаем патент сейчас оформляется уже приоритетную заявку мы получим здесь мы ее ее скопируем вот набор с правых элементов которым сразу можно работать потому что фотография это пустосное изображение в любом случае по фотографии мы ничего не можем сделать ничего не можем если у вас будет фотография и модель смотрите вот есть такое же исследуемое с мрт который мягкие ткани отображает почему вам в этой цифре не дать нам там есть мягкие ткани мы работаем с образом будет ли так видно и хорошо на мрт объем будет ли вот так он регистрироваться вопрос надо попробовать попробовать можно ну и просто когда работали с мрт мягкие ткани видны эффект вы 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 Спасибо.